Продолжение следует... Продолжение следует... Времена коммунистические в Польше было больше уважения к церкви, и к православной катаринской, среди общества, конечно. Чем сейчас? Конечно, в Польше большинство декларируется как верующих, но я об этих проблемах упоминал, что иногда вера, можно сказать, что человек верующий, но, по сути дела, когда мы посмотрим на него понимание веры, чего он ожидает, какая цель, какую цель он усматривает в своей вере, мы можем сказать, что с этой верой уж не так хорошо. И сейчас немножко замечается тоже немножко уход от веры. Я даже скажу так, в Польше преподается закон Божий в школах. Сейчас, уже 20 лет прошло, 21 год преподается закон Божий в школах. Раньше он преподавался возле приходов. И знаете, есть свои позитивные, с этого проистекают, какие-то пользы есть, но есть также негативные, потому что закон Божий, лекция закона Божия воспринимается как еще один предмет. И это также на многие действия отрицательно. Это касается и католического, и православного населения Польши? Да, да, я скажу, что да. Может, католического чуть больше, но я думаю, что и православного тоже касается. Если говорить о православном населении Польши, а оно для стороннего наблюдателя не так заметно, как католическая часть населения, и мы знаем о нем совсем не так много, как знаем о католиках, которые проживают в Польше, не могли бы вы нашим читателям, читателям нашего портала немного рассказать о том, кем являются те люди, которые исповедуют в Польше православие? В Польше проживает около 600 тысяч православных. Польская православная церковь насчитывает где-то около 300 приходов, всех, целой Польши. Это небольшое количество по сравнению с тем, что Польша практически население 40 миллионов. Польша принадлежит к церкви, то есть как православные верующие, есть тоже разные национальности. Есть поляки, есть белорусы, есть украинцы и есть русские также. И все они принадлежат к той польской православной церкви. Это, конечно, также приводит к той особенной специфике, в которой мы должны работать. Но все-таки тем объединяющим началом всех этих верующих разной национальности есть именно православная вера. И очень часто мы слышим, ты кто? А он говорит, я православный. Не скажет, какой национальности, только скажет, я православный. Православные по отношению к католическому населению Польши являются меньшинством. Имеет ли право православное меньшинство реализовывать в польском государстве какие-либо проекты, влиять на те или иные шаги польского правительства, польского общества? Да, мы имеем все те права, которые имеют и католики. Конечно, влиять на действия власти нам труднее, потому что католики влияют. Большинство членов власти исповедуют римский католицизм, поэтому они более слушаются своих священников. Но, конечно, мы можем реализовать все те проекты, которые реализуют и католики. Закон Божий, так как и у католиков, преподается в школах прямо. Государство платит преподавателям Закона Божьей зарплату, православным также. Имеем своих капелланов армии, имеем своих священников, работающих в госпиталях, в местах заключения, в разных учреждениях также, как просто духовники, полиции, все службы, которые имеют, они имеют своих тоже духовников. И мы также имеем своих там православных духовников. Это, конечно, благодаря той сильной позиции католической церкви, потому что они это все как бы пробивают. Но мы этим также пользуемся. Польская церковь получила автокефалию сравнительно недавно. И помнится, когда я сам бывал в Польше и общался с польскими священниками, главный вопрос, который тогда этих священников во многом волновал, это то, каким будет будущее польской церкви, каково самоопределение, судьба польской церкви, в чем ее задача, как она должна развиваться дальше. Как вы видите будущее польской церкви, будущее польского православия? Будут ли по-прежнему сохраняться традиции польского православия еще до автокефалии? Или же будет осуществляться переход, например, в богослужение исключительно польский язык? Будущее, конечно, надо сказать, что зависит все от Бога. Но, конечно, какие-то изменения уже есть. Они не должны быть такого революционного характера сразу, а эволюционного характера. И, например, сейчас у нас есть приходы, где служба совершается на славянском, и, например, даже так, как русском, белорусском говорят проповедь. Но есть также, где совершается богослужение на славянском, где проповедь говорится на польском. Или, например, тогда читается Евангелие апостол на польском языке, служба на славянском, апостол Евангелие на польском языке и проповедь на польском языке. Так, например, на ранней литургии, мы две литургии, как правило, в городах совершаем, на ранней вот это на польском идёт уже, а тогда только на второй литургии, на церковнославянском. Но есть также приходы, где мы совершаем полностью на польском языке литургию. Конечно, многие, не понимая литургии на славянском, они думали, что когда будет совершаться на польском языке, они всё будут понимать. Но многие пошли туда, а потом опять возвратились на те богослужения, которые совершаются на церковнославянском. Но чтобы понять литургию, недостаточно только перевести её. Её надо исследовать исторически, её надо переживать. И сам перевод не даст уже того, чтобы человек всё понимал в этой литургии. Это, я думаю, потому что молодёжь сейчас не знает церковнославянского, не знает также русского, который ближе к церковнославянскому. Поэтому, я думаю, что эволюционным образом мы не будем медленно переходить к польскому языку. Ну, известно также, что польская церковь живёт сразу по двум календарям. По Старо-Юлианскому и Ново-Юлианскому. И, насколько мне известно, глава польской церкви, блаженнейший митрополит Савва, даже Рождество сначала совершает праздничную службу 25 декабря, а потом едет на восток Польши и совершает эту службу 7 января. Вот разница, то, что существуют сразу два календаря, также подчёркивает некий переходный период в истории польской церкви. Скажите, к какому всё-таки, к какому календаря в итоге будет придерживаться польская церковь? Я думаю, что есть тенденции у нас даже к тому, чтобы везде был старый стиль, там, в Юлианском календаре, в Старо-Юлианском. То, что совершается, что есть приходы, где совершают по новому стилю, это следствие исторических событий. В междувоенный период к этому принуждали нас власти государственные. То есть, между Первой и Второй мировой войной православное не уж так легко жилось в Польше. Конечно, тоже было закон Божий в школах, всё было. Но я думаю, что всем известно, что многие храмы также разрушались. Польские власти разрушали храмы. Просто как считали, что этот приход нештатный и должно его ликвидировать, потому что церковь содержалась на государственные деньги и православные тоже. Также пытались действовать на православных, то есть, как бы мешать нормальной жизни, чтобы разбивать церковь, хотя бы насильственно вводить тоже польский язык в богослужение и ввести новый стиль. И поэтому в некоторых местах, где было меньше, то есть Варшава, Люблин, Лодь, Краков, там осталось это с тех времен, что там служат согласно новоюльянскому календару. А вот восточная часть Польши, там есть старый стиль. Туда уехали большинство те с восточной части на запад. Там просто люди не пришли в межвоенный период, просто люди не пошли в храм, а пошли все в старом стиле. И поэтому этот новый стиль не вошел. И вот так остается по сегодняшний день. Но у нас это нет проблем, у нас не ссорятся между старым и новым стилем. Просто то есть осознание, что это средство нашего спасения, но не сама цель. Цель — это спасение, а календарь и богослужение — это есть только средство, помогающее нам идти правильным путем ко спасению. Скажите, какие основные вызовы секуляризма присутствуют в польском обществе, с которыми православной церкви приходится в той или иной мире сталкиваться? Я думаю, мы все переживаем немножко кризис веры и влияние средств массовой информации и фильмов, я об этом говорил также на докладе, оно, естественно, влияет на каждого человека. Он может считать себя, что да, я верующий, все. Но, несомненно, вот это то, что мир как бы набрасывает на каждого, оно остается на душе каждого верующего. Поэтому мы замечаем некоторые охлаждения некоторых, жизни церковной, той преданности церкви. В этом году, я скажу, очень странно, но у нас выступили некоторые политики, чтобы опять убрать закон Божий из школ. И они нашли немножко, они думали, что это была проба как бы, вот как общество. Сейчас немножко как бы они уходят из той жизни церковной, поэтому воспользоваться этим. Они, может, создадут какие-то партии антиклерикальные, так называть, то есть они все выбросить, даже христианские символы из мест общественных. Конечно, в Польше это еще не произойдет. Все-таки Польша довольно привязана к тем христианским традициям. И даже частью понимания национального характера народа, это есть как бы христианские традиции. Поэтому так быстро не выбросишь. Но все же такие какие-то попытки бороться с церковью или с теми новыми правами, которые получила церковь, они постоянно есть и, может, усиливаются даже. Поэтому мы должны за этим, конечно, смотреть и прикладывать все усилия для того, чтобы люди не теряли веры. Это самое главное. Если будут верующими, истинно верующими, все другие проблемы и все вызовы не будут существовать для нас. Владыка, спасибо вам большое за то, что вы уделили время и смогли поделиться с нами своими столь интересными размышлениями. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.